По поводу маслосъемных колпачков, на вопрос самый популярный, не поменять ли мне маслосъемные колпачки, чтобы убрать жор масла на автомобиле, ответит Борис Шоломович. Вы его уже все хорошо знаете, благодаря нашим предыдущим видео. Собственно вопрос в чем, почему раньше на Жигулях все без конца меняли эти маслосъемные колпачки и почему сейчас замена маслосъемных колпачков не приводит к тому результату, который люди ожидают от этой замены? Дело в том, что современные двигатели оснащаются маслосъемными колпаками или сальниками клапанов, сделанными из современных материалов. Современные материалы, такие как фторкаучковый резин, они износостойкие и не теряют в процессе эксплуатации своих эластичных свойств. Поэтому маслосъемные колпачки рассчитываются на пробег более 200 тысяч. И смысла их менять при пробегах меньше не имеет никакого. В первую очередь изнашиваются направляющие втулки клапанов. А потом уже маслосъемный колпак перестает держать из-за того, что клапан начинает ходить по прецессии. А манжеты не держат этих движений клапан. Поэтому начинается пропуск масла в камеру сгорания. Вот совершенно правильно. На самом деле колпачки ходят не просто более 200 тысяч, а более 400 тысяч. Я видел моторы с пробегами больше 400 тысяч, у которых течи по маслосъемным колпачкам нет. Даже при большом износе втулки направляющей клапана. Если втулка направляющая клапана изнашивается уже предельно и начинает, как было сказано, болтаться по прецессии, а если проще относительно продольной оси, клапан совершает вот такие вот движения, из-за чего манжета клапана, которая держит саму ось, она начинает растягиваться в разные стороны. И оттуда начинает подпускать масло, если более простым языком. Соответственно, течь наступает только, когда мотор предельно изношен в целом. И вам уже не поможет замена отдельно сальника клапана для того, чтобы реабилитировать этот двигатель. И вам не поможет наливание супротека и других магических жидкостей. Тогда двигатель изношен, он изношен. Его надо менять или ремонтировать. Не нужно тратить свои деньги на ненужные операции. Все просто. Правильно? Ну, в общем-то, правильно. Вот так. Итак, у нас остались старые клиентские моторы с пробегами за 300. Это у нас мотор MR20. Вот, мы посмотрим сейчас выпуск. Вот. Очень хорошо видно, что только начала появляться течь маслосъемного колпачка. Расход масла у мотора был очень большой, но это было совершенно никак не связано с маслосъемными колпачками. Вот у нас еще один цилиндр. Здесь маслосъемные колпачки еще живы. Следующий тоже, в принципе, видно. И последний, четвертый цилиндр тоже очень хорошо видно, что колпачки никак у нас здесь не пострадали. А вот здесь, вот в первом цилиндре, единственное, где видно небольшое подтекание масла. Расход масла при таких пробегах и при такой подтекании колпачка незначительный. Вот у нас сейчас мотор Honda, о котором у нас было видео. Значит, пробег у него, как было сказано, что-то около 350 тысяч. Здесь у нас тоже подтекание маслосъемных колпачков незначительное. Вот, видно. Опять же, расход оно давало очень небольшой. То есть, если в моторе MR20 у нас совокупный расход масла был колоссальный, то в Honda расход масла был крайне небольшим. Что-то около 3 литров на 10 тысяч, но на больших нагруженных режимах работы, во-первых. А во-вторых, это в основном было связано с тем, что сильно изношена цилиндропоршневая группа. И практически нет хона в цилиндрах, соответственно, прилично изношены кольца. Вот, это 350 примерно тысяч пробега мотор. Тоже есть подтекания небольшие. Почему я показываю в основном выпускные клапана? Потому что они должны быть абсолютно сухими. В отличие от впускных, куда идёт попадание масла. И, соответственно, сажи от EGR-а во впуске всегда достаточно влажно всё. То есть, выглядит он примерно так. И сложно понять, текут ли маслосъёмные колпачки. Но поскольку они стареют на выпуске быстрее за счёт температуры, то и выпуск, опять же, более показателен. Так что, в принципе, временем для замены маслосъёмных колпачков это, можно назвать, пробег 300 тысяч плюс. И, в общем-то, это не так важно и востребовано. В основном, если у вас машина не потребляет масла, то принципиального смысла в этом-то и нет. Итак, давайте изнутри посмотрим, что такое клапан и маслосъёмный колпачок. Виталий, ну что ж ты портишь-то видео? А, вы что, вы снимаете или что? Ну да, мы хотели про колпачок рассказать. Люди всё время хотят колпачки поменять. Приезжают каждый день, говорят, поменяйте колпачки нам. Я им говорю, не надо вам колпачки менять. Они говорят, мы хотим колпачки поменять. Вот колпачок маслосъёмный. Он сильно подержанный, он уже сильно износился. И он достаточно деревянный. Это уже хорошо видно, потому что он плохо восстанавливает форму после того, как его сжимаешь. Он достаточно сильно изношен. Но, тем не менее, какой принцип работы этого маслосъёмного колпачка? Для разных моторов, безусловно, есть разница. Потому что где-то больше масла в головке застаивается, где-то чуть меньше. Из-за этого идёт съём масла маслосъёмным колпачком с клапана. Вот у нас клапан, соответственно. Маслосъёмный колпачок у нас идёт сверху. Ниже идёт втулка. Значит, маслосъёмный колпачок работает по штоку клапана и снимает излишки масла. Вот здесь вот видно, остаётся грязь, которая была на этом колпачке чуть раньше, на клапане. В чём, собственно, проблема, почему далеко не всегда причиной расхода масла, как многие хотели бы, чтобы это было, являются маслосъёмные колпачки. Потому что основным компонентом в работе клапана, который и отсекает масло, и является его направляющей, это втулка направляющая клапана, сделанная из бронзы. Потому что бронза у нас имеет низкий коэффициент трения. Выглядит это всё примерно вот таким вот образом. Идёт, соответственно, втулка. И сверху на её кончик надевается маслосъёмный колпачок. Вот так. И в этом во всём работает клапа внутри головы. Основной причиной большого расхода масла является не износ колпачка, а именно износ втулки, направляющей клапана. Или штока самого клапана, как это можно увидеть на примере вот этих клапанов. Я не знаю, насколько это будет хорошо видно на камеру, но шток клапана на этих вот клапанах очень сильно изношен. Вот это вот то место, где работает втулка. И, соответственно, маслосъёмный колпачок. И диаметр штока, толщина его. Можно его замерить, конечно, но, в общем-то, это не сильно принципиально. Даже на глаз видно, что принципиально отличается. Место приработанное от того места, которое не работало. И расход масла в таком случае идёт не потому, что у вас изношены колпачки, а потому, что диаметр маслосъёмного колпачка, отверстия, уже не совпадает с тем диаметром, который у нас на этом штоке. И кольца, его эластичности уже не хватает для того, чтобы скомпенсировать этот износ. В принципе, вот всё, что я об этом хотел рассказать. Но на некоторых моторах действительно под воздействием огромных температур, или на моторах, которые работают на газу, когда у нас на выпускных клапанах температура выше, чем должна быть, колпачок действительно изнашивается чуть-чуть быстрее. Но всегда это пробеги значительно больше 100 тысяч. Это пробеги 200-300 тысяч километров. На некоторых моторах колпачки выхаживают и 400, и 500 тысяч километров без особого износа. То есть расхода масла по колпачкам не происходит. Такая интересная история про колпачки. А если увидеть это всё на головке, то выглядит это буквально следующим образом. Вот у нас головки с двух сторон. Вот обе стороны головы. Это две головки от одного и того же мотора. Правая и левая. Здесь клапаны сняты. Соответственно, вставляются они снизу. Посадочные места клапанов, направляющие втулки. Сверху садятся сюда вот пружинки. Засухаривается клапан, ставится маслосъёмный колпачок. Так, и головка с обратной стороны, уже с установленными клапанами, практически готова уже к сборке. То есть клапан внутри цилиндра работает очень примитивно. Открывается и закрывается. Износ колпачка не всегда является причиной расхода масла. В очень редких случаях. Особенно на тех пробегах, о которых идёт речь. Потому что в основном нам звонят поменять колпачки на моторах с пробегами от 100 до 150 тысяч. На этих пробегах очень редко колпачки выходят из строя. Ребята, не ведитесь на эту тему. В основном это всё связано именно с большим износом в целом вашего автомобиля. Поэтому чаще всего нужно более глобально подойти к этой проблеме. И не пытаться просто решить проблему малой кровью. Чаще всего это просто выброшенные деньги. Вот так. Так вот, господа. К чему все эти разговоры про колпачки? Потому что, когда обычно вы обращаетесь к нам с вопросом о замене колпачков, пробег у вашего мотора уже достаточно большой. Вы либо об этом знаете и уверены в том, что он большой, либо вы об этом не знаете, потому что кто-то до вас его скрутил. И в большинстве случаев замена колпачков это просто потраченные деньги. Это некая прелюдия перед тем, как вы будете действительно делать приличный, такой серьёзный капитальный ремонт двигателя или менять его на другой. На примере тех моторов, которые были показаны чуть ранее в этом видео, вы можете убедиться в том, что пробег 300 тысяч – это не предел для работы маслосъёмных колпачков. На большинстве моторов, естественно, есть отдельные агрегаты, на которых колпачки работают меньше, и их нужно менять чаще. Но в большинстве случаев 300, 350, иногда и 500 тысяч – это тот пробег, на котором они начинают действительно подтекать. Это подтекание очень-очень редко и в очень-очень малой степени действительно может влиять на общий расход масла вашим двигателям. Поэтому будьте внимательны и не позволяйте кому-то вас обманывать и разводить вас на ненужные ремонтные операции, такие как замена колпачков и многие другие, которые никогда вам не помогут. То есть замены колпачков и маслосъёмных колец вы не обойдётесь никогда. Чаще всего это грядущий серьёзный ремонт. И повод, то есть расход масла вашим автомобилям – это повод, серьёзный повод задуматься о том, продать его или готовиться к капиталке. Подписывайтесь, смотрите наш лайв-канал, все контакты на наш сайт, почту, телефоны и всё остальное внизу в описании, и они всегда там. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok